Дорогие Божьи Церкви! Мир вам и благословение от нашего Господа Иисуса Христа! В канун Великого Праздника мы принимаем эту пасхальную эстафету и мы идем вместе с вами тем путем, который прошел наш Господь Иисус Христос! Великое событие! Преддверие Пасхи! И сегодня мы продолжаем идти этим путем и видеть, что сделал для нас Господь через Своего Сына Иисуса Христа! Аминь! И давайте мы откроем с вами книгу Луки, 23 главу. И прочем с вами тот эпизод его распятия и смерти, который написан в Священном Писании. вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли они на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. И Иисус же говорил им «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехаясь же вместе с ними и начальники. Говорят, других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий. Так же и воины ругались над ним, проходя и поднося ему уксус, говоря, если ты царь иудейский, «Спаси себя самого». И была надпись над ним, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский». Один из повышенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Если ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Аминь. Вот такой путь в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Это путь искупления. Путь искупления, который был от самого начала предопределен Господом. Путь искупления для всего человечества. Он явил Своего Сына сюда, на эту землю, для того, чтобы мы с вами, и всякий верующий человек в Него, он не погиб, но имел возможность получить прощение своих грехов. Агнец, который был заклан за весь мир. Агнец, который отдал себя ради каждого из нас. И когда мы смотрим Священное Писание, братья и сестры, мы наблюдаем то, что там происходило, и рядом с ним, на кресте, висело два разбойника, два злодея. Те люди, которые совершили очень серьезные преступления. Если сегодня говорить о нас, о каждом из нас, те, которые сегодня живут здесь, на этой земле. Есть ли в нашей жизни что-то такое, что заслуживало бы особого внимания? Есть ли что-то такое, что привело бы нас к всепрощению Божьему? Писание говорит, что все люди, они согрешили. Все люди, они лишены божественной славы. Аминь. Так говорит Слово. Значит, перед лицом Бога, друзья, каждый человек, он является злодеем. И каждый человек, он достоин быть наказанным за свои преступления. Возмездие за грех смерть. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, два разбойника, два человека, они были распяты с Иисусом Христом. Один по правую руку, другой по левую руку. Почему это важно для нас понимать? Эти разбойники, они совершили некий пророческий акт для всего человечества. То же самое сегодня происходит и в наших жизнях. Разбойники, висящие на кресте. Один принял спасение, один отверг его. Один попросил его и раскаялся пред ним, и попросил его, чтобы он помянул его в царстве, Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной. Ныне же ты будешь со мной. Но второй насмехался. Люди насмехались над ним, они смеялись с него. Они говорили о нем, что если ты царь иудейский, спаси себя, сойди со Христа. Вы знаете, два этих человека, это прообраз сегодняшнего мира. Кто-то отвергает Иисуса Христа, кто-то пренебрегает им, кто-то смеется над ним, кто-то не принимает благой вести спасительной. Два человека. Писание говорит нам, Писание говорит нам, оно обращает наше внимание, что только есть один, единственный путь прийти к нам, к Отцу Небесному. Это Иисус Христос. О себе он сказал, что я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит ко мне, к Отцу, как только через меня. Он единственный путь сегодня для всего человечества. Преддверие Пасхи. Преддверие Пасхи. Господь, Он был посреди этих разбойников. Почему? Потому что любовь Божья, она хотела простить каждого человека. Любовь Божья, она излилась в Сыне. Писание говорит, что Бог, Он возлюбил этот мир. Он отдал Своего Сына на поругание и смерть. Он отдал Его, чтобы всякий человек, который верит в это, Он не погиб, но имел вечную жизнь. Аминь. И нет третьего. Третьего просто не дано для человечества. Два человека. Один принимает спасение и говорит, прошу тебя, Иисус, помяни меня в Царстве Твоем. Прошу тебя. Он обращается к нему всем сердцем. Они висят на кресте и понимают, что для каждого из них остались последние минуты. Последние минуты. И состояние сердца разное. Один смеется. Один смеется над ним. Другой. Он склоняется и смиряется перед ним. И он просит о прощении. В сердце разбойника рождается истинное покаяние перед Богом. Истинное покаяние. Писание говорит, что люди, они прощены благодатью. Они прощены благодатью. Слово говорит, это не от нас. Это не от меня. Это не от тебя. Это не от кого. Мы не можем получить спасение, заработав его какими-то делами или добрым отношением. Мы не можем. Потому что это великая драгоценность. Писание говорит, благодатью Божией мы спасены. Это не от нас. Любовь Божия покрыла все человечество. Бог покрыл через это своей любовью каждого всякого человека, который приходит к нему. И вы знаете, путь туда, на небеса. Он лежал через крест. Писание говорит нам, что мы вместе со Христом умираем, но и воскресаем вместе с Ним. Было же около шестого часа, «И сделалась тьма, великая по всей земле, до девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине». Завеса в храме разодралась. Разодралась завеса. Господь Моисею дал очень четкое постановление там в Ветхом Завете, когда устраивалась скиния. В книге «Исходе» 26 главе он пишет, «Сделай себе завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крюченого весона. Искусственные работы должны быть сделаны на ней херувимы и повесь ее на четырех столпах. Исцетим обложенных золотом золотыми крючками на четырех подножках серебряных и повесь завесь на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. «И будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Святилище от святого святых разделяло завеса. Никто не мог прийти туда в божественное присутствие. Один лишь раз в году священники входили туда и Божья слава открывалась один лишь раз. Слово говорит «Солнце померкло и завеса в храме разодралась посредине». Что это значит для нас сегодня? Это значит, что Господь открыл нам доступ сегодня. Мы можем иметь неограниченный доступ к Богу, Отцу, через Христа. Христос сказал «Я единственный путь». Я единственный путь. разорванная завеса, она является доказательством того, что мы посредством Его смерти получили доступ в божественное присутствие, возможность приходить к Отцу, возможность видеть Божью славу здесь на земле, провозглашать ее. Пророк Исаий говорит в 60-й главе, он говорит, что мы должны сиять, потому что слава Божья открылась во Христе. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня зашла над Тобою». Дорогие друзья, братья и сестры, мы должны с вами искать божественного присутствия и высоко ценить то, что сделал Господь для каждого из нас. Я уверен, что все это стало благодаря божественной благодати во Христе Иисусе. это произошло потому, что работа Иисуса Христа, Его предназначение, оно было закончено здесь, на этой земле. Иисус, возопив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои передаю Дух Мой». Иисусе сказал, Он испустил Дух. Свершилось. завеса разорвалась, свершилось. Дорогие друзья, в эти пасхальные дни я хотел бы призвать вас сегодня к тому, чтобы мы проявили божественную веру в эти нелегкие и непростые дни. Знаете, сегодня время, мы не можем собираться с вами в храмах, мы собираемся с вами по домам. Время, в которое Церковь должна проявить особенную милость и сострадание к этому миру в это пасхальное время. Грядет Пасха, Пасха, Пасха наша Христос. Друзья, я хочу помолиться сегодня молитвой благословения. в числах в 6 главе Господь сказал Моисею, чтобы он благословлял народ, чтобы он поднимал свои руки к нему и благословлял Святой Израиль. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь светлое лицо на Тебя и даст Тебя мир. Даст Тебя мир. Господь я молюсь за моих братьев и сестер. Так говорит Великий Превознесенный, вечно живущий Святое Имя Его. Я живу на высоте, на высоте Небес во Святилище. И также я сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Я молюсь, Господь, во имя Христа Иисуса Бога нашего за наши церкви, за народ Божий, за каждого телезрителя. Я молюсь, Господь, пусть слава Твоя опустится в эти дни особенно. Боже, пусть она сияет среди народа Твоего. Господь, я молюсь о том, чтобы Твои божественные благословения в эти пасхальные дни Божьему. Господь, я молюсь, пусть милость Твоя проявится, пусть милость проявится, пусть проявится Твоя любовь. И я благословляю каждого человека во имя Твое Христос Иисус и за все Тебе слава, хвала и честь, асана и величие. Иисус, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, великого превознесенного Бога, за то, что Ты сделал для каждого из нас. Тебе единому слава, Тебе единому хвала. Аминь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. С миром Божиим, дорогие братья и сестры. С миром! Ук Божиим,